С 13 июня в Висыгинской публичной библиотеке работает новый директор Ольга Мельник. Напомним, что прежний руководитель библиотеки Даля Саргунени ушла на пенсию в конце прошлого года, и до этого момента должность временно исполняющего обязанности директора исполняла Виолетта Шишневеня. Ольга Мельник заняла эту вакансную должность по результатам проведенного конкурса. Ольга хорошо известна многим висыгинцам, поскольку ранее работала в городских СМИ, была специалистом по связям с общественностью в ЗАО «Висыгин Энергия», а в последнее время преподавала русский язык в прогимназии Геросис-Вильтес. Ольга, для Вас это новый вид деятельности. Как Вы к нему подготовились? Ну, во-первых, не такой новый, потому что соответствующее образование, и долго готовилась к конкурсу. Конкурсы сейчас проводятся таким образом, что без соответствующих знаний и без программы, с которой я пришла, выиграть его невозможно, поэтому программа была одобрена. Как раз сегодня я с коллективом её ещё раз опробировала, и коллектив со мной согласился. Поэтому будем надеяться, что необходимые знания и навыки имеются, и деятельность будет успешной. Хочу поблагодарить коллектив за тёплый приём. Приняли очень хорошо, но и праздновать, конечно, долго нет никакой возможности, потому что самое горячее время как раз социальными партнёрами работать, потому что школы заканчивают свою деятельность доканикулярную. И эдукации различные, интегрированные уроки как раз к нам обращаются. Стараемся никому не отказывать, плодотворно сотрудничаем. Надеюсь, и в дальнейшем темпов не снизим. — Какие планы на будущее у библиотеки? — Планы соответствовать ожиданиям висегинцев. Для этого, пользуясь случаем, хочу пригласить их участвовать в наших опросах и в исследованиях, которые будем регулярно проводить. Участвовать в популярной акции «Лето с книгой» в Ассарасу книга. Приходите, у нас сильный коллектив, поможем выбрать книгу. В электронном каталоге выбирайте. У нас есть книгомат, который действует круглосуточно. О том, как он работает, информация размещена на сайте. Там же электронный каталог. А если есть вопросы, всегда ждем. — Многие ждут новой библиотеки. Будет ли новое помещение? Что говорит по этому поводу самоуправление? — Я знаю, что в планах самоуправления этот вопрос обсуждается. Какова будет ситуация, покажет время. А тем временем мы постараемся с хозяйской и творческой точки зрения подойти к имеющимся помещениям. В планах ремонтных, общих планах, общегородских, есть некоторые ремонтные работы. Надеюсь, они не сорвутся. Те же самые лестницы нам необходимо отремонтировать. Необходимо оборудовать пандус, поскольку к нам приходят и люди с недугом. И мы обязаны соответствовать. И очень этого хотим. Также, безусловно, будем развивать и современные направления. И уже их развиваем. Например, в ближайшее время для эдукации для детей предложим включить в этой эдукации 3D-очки, которые сегодня как раз перед вашим приходом мы успешно опробовали. Очень интересная деятельность. И надеемся, детям понравится. Что касается наших потребителей любого возраста, то готовы занятия их. У нас хорошо оборудован компьютерный зал. И, безусловно, будем предлагать новые направления и цифровые. Но ничто не заменяет живые книги. Может быть, не всем вискинцам известно, что у нас очень богатый фон в библиотеке. Есть и современные издания. А наши сотрудники всегда готовы посоветовать, чем вам занять отпуск или свободные летние дни. Ну или занятые вечера, чтобы отдохнуть. Хотелось бы еще спросить про 3D-очки для взрослых. Могут ли взрослые тоже попробовать посмотреть на мир через эти очки? Безусловно, каждый взрослый в душе ребенок. Поэтому, безусловно, можем предложить и взрослым, опробовать для начала им, чтобы убедиться, что и детям понравится. И в будущем, безусловно, планируем развивать такие эдукации, чтобы было больше миров для этих виртуальных очков, и чтобы мы могли их использовать шире для потребителей любого возраста. До пандемии в библиотеке часто проводились различные мероприятия, когда здесь собирались и поэты, и музыканты, и любители книг. Планируете ли вы восстановить вот такие вечера? Безусловно, у нас большие грандиозные планы вместе с коллективом. Коллектив творческий, сильный. Но если предложения от жителей тоже поступят, будем очень благодарны, потому что только взаимное сотрудничество нам позволит быть на одной волне, организовывать те мероприятия, которые жителям интересны, которые они будут посещать, а не для того, чтобы нам ради галочки их провести. Ольга, какое будущее в библиотеках, на Ваш взгляд? На мой взгляд, светлое, поскольку современная библиотека — это такой пазл, который состоит не только из чтения традиционных книг, это база аудиокниг, это цифровые технологии, которые интересны современным детям и очень многим взрослым, поскольку у нас город такой, где люди пользуются этими технологиями, умеют ими пользоваться. И, безусловно, хочется, чтобы библиотека была, оставалась и развивалась как душа общественности, как центр, где люди проводят и любят проводить свое время, куда идут с удовольствием, где им уютно, и в этом направлении, и будем работать. После интервью Ольга Мельник познакомила нас с последними новинками, которые недавно поступили в библиотеку. Не забывайте и вы дорогу сюда, и те прекрасные ощущения, которые дарят нам хорошая литература.